МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» с главными событиями. Четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. По домам глава Чувашии проверил, как подрядчики справляются с капитальным ремонтом многоэтажек. Обещают навести красоту. В Чебоксарах планируют изменить облик набережной и уже взялись за парк 500-летия. Программа поддержки. Моногород Канаж получит федеральные средства на развитие. 739 миллионов рублей выделят Канашу. Об этом в ходе своей поездки в Маргауша сообщил глава республики. Такое решение принял наблюдательный совет фонда развития моногородов. Средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестиционных проектов. 740 миллионов рублей мы с федерального бюджета получаем, плюс дополнительные свои средства будем выделять с регионального бюджета. Только в течение полтора-два года город Канаш получит дополнительные бюджетные средства не менее 1 миллиарда рублей. Это огромные средства, с одной стороны. С другой стороны, в этой программе участвовали бизнесмены, предприниматели, одним словом, резиденты. По их предложениям мы приняли для работы эти бизнес-планы. Эти бизнес-планы проходили соответствующую проверку на уровне этой комиссии до рассмотрения наблюдательным советом развития моногородов. И там практически инвесторы, предприниматели, резиденты будут привлекать почти 5,5 миллиарда рублей вне бюджетных источников. Тем самым у нас там появятся еще высокопроизводительные технологичные производства, где будет достаточный уровень производительности труда. И для самореализации молодежи в конце будут созданы хорошие рабочие места. Это очень важно, что позволит нам увеличить доходы горожан в городе Канаши. С начала этого года капитальный ремонт провели в 140 чебоксарских домах. Краткосрочный план попали еще 60 адресов. Сегодня с работой подрядчика ознакомился глава республики. Встретившие Михаила Игнатьева жильцы пожаловались на проблемы. Тем продолжит Дмитрий Ковалев. Эти дома по Молодежному переулку были возведены 50 лет назад. В капитальном ремонте они нуждаются давно. Нынешним летом здесь заменили кровлю и отопительную систему. Пенсионерка Лидия Андреева говорит, что старые радиаторы прохудились. Температура в квартире часто опускалась ниже положенной отметки. Там стоял кран, и вот этот кран, видимо, там засорило или заржавело, и в батарею вода не проходила. Но и даже после проведенного ремонта у жильцов хватает жалоб. А почему подвалы не проверяйте? Чердаки, подвалы, вы что-то должны проверять. Не красит облик подъездов и паутина из проводов. Здесь провода так накрутили, что в случае чего-то замкнет, и все тут может полететь. В этом доме по улице Маршака внешний вид подъездов изменился кардинально. Недавно здесь завершили косметический ремонт. Раньше, говорят жители, здесь царила антисанитария. Собираемость очень хорошая. Это на уровне 87%, я справки посмотрю. Да, 8,5%. От собираемости эти деньги направили на капитальный ремонт вашего дома. У нас все было черные потолки, все в плесени, а сейчас, смотрите, как приятно. Вообще, за два года жители этого дома перевели фонд капитального ремонта больше 350 тысяч рублей. В Чебоксарах это лучший показатель. Прошлым летом здесь успели заменить отмостки и кровлю. Работы подрядчиков люди остались довольны. У нас там по стеклу, прямо в квартиру, текла вода. И было очень страшно. Почему? Потому что дожди, они идут и зимой. Вот сейчас, например, у нас замечательно стало во всех квартирах. А вот после ремонта теплотрассы подрядчики оставили одни руины. Асфальт возле дома необходимо менять. Еще одна проблема – бурная деятельность неподалеку стоящего киоска. Здесь, говорят жители, круглые сутки реализуют спиртовые настойки. Но пообщаться с продавцами не удалось. Перед приездом проверяющих торговой точки объявили перерыв. Адаги, может, и работает, Даня? Игорь, что работает. Работа уточна. Принять меры глава республики поручил столичным властям. Говорят, один поменялся, другой поменялся. Перепродажа идет этой точки. Закон принимается, сейчас закроем. Глава республики проинспектировал и капитальный ремонт лицея номер 4. В здании, признанном 4 года назад аварийным, обустраивают медицинские кабинеты, стадион и просторный актовый зал. Классы, уверяет директор, будут оснащены современной техникой. Здесь будут обучаться 500 учеников. Я считаю, что наш год, потому что будет жить. Иду, выстрелы, выстрелы, выстрелы. Работы, говорят подрядчики, приближаются к финалу. Глава республики поручил завершить капитальный ремонт до ноября. Решены вопросы со школы-интернатом имени Лебедева, которая располагалась именно здесь. Школа Лебедева, это будет строиться около кинотеатра Сейсполь, так скажем. Земельные участки, там вопросы есть, все остальные. Разрешите до конца. По стоимости примерно около 400 миллионов рублей войдет сюда. Итоги Всероссийского съезда сельских учителей обсудили сегодня в Маргаушской школе. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, на дискуссионных площадках поднимались проблемы, вопросы успешно решить, которые можно только совместными усилиями педагогов и органов власти всех уровней. Школа должна соответствовать современным требованиям, независимо от того, сельская она или городская. Каждый ученик имеет право на качественное образование, и педагоги с этим справляются. Количество победителей Олимпиад растет с каждым годом. Все больше школ республики входят в списки лучших. Со своей стороны правительство Чувашии готово поддерживать учителей-инноваторов. Для них учреждены различные гранты и премии. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений тоже задача властей. Сегодня треть бюджетных расходов на отрасль образования, и в каждом муниципалитете видны результаты этой работы. Мы активно участвуем во всех федеральных республиканских программах в этом году. Также было освоено более 13 миллионов рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному, в том числе с местным бюджетом, более 6 миллионов рублей. Нам удалось два спортзала отремонтировать. В пяти образовательных учреждений до конца года еще в двух образовательных учреждений необходимо завершить работу по созданию благоприятных условий по санитарно-гигиеническим помещениям. То есть эта работа продолжается. Но, конечно же, мы активно работаем по энергосбережению. В этих целях за последние годы построено 6 блочных модных картельных. В этом году еще одна будет построена в Светро-Акадской средней школе. Но стараемся поддерживать все образовательные учреждения в должном уровне, чтобы наши дети учились в комфортных, хороших условиях. Насущные вопросы обсуждались и в Цивильске. Работники предприятия СТЭД поинтересовались, когда будет завершено строительство моста в Цивильске. Глава администрации Цивильского района Александр Казаков рассказал, что строительство завершится к 2017 году. Также обсуждались вопросы организации пешеходных дорожек, ремонта дворовых территорий и многоквартирных домов. Михаил Игнатьев посетил Цивильскую районную больницу. В детском отделении недавно прошел ремонт. На капитальный ремонт был направлен на более 4 миллионов рублей. В отделении размещены 8 палат для совместного пребывания детей с родителями, процедурная, ингаляционная, с современными небулайзерами и другие необходимые помещения. Но без замечаний не обошлось. Они касаются благоустройства территории, ненадлежащего состояния ряда корпусов, заборов, водостоков, необходимости отремонтировать дороги на внутренние территории больницы. В сечении предвыборной кампании партии работали с избирателями, проводили встречу, собирали наказы. Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» изучали наказы, которые получили кандидаты в депутаты Государственного совета Чувашия. 164 тысячи анкет со всей республики. Что нужно сделать, на какие проблемы обратить особое внимание. Наказы избирателей собирались под трем направлениям. Рабочие места, развитие дорожной сети и улучшение медицинского обслуживания. При формировании уже проекта бюджета на 2017 год и плановый 2018-2019, нам очень важно определиться с приоритетами в округах, в муниципальных районах, в муниципальных образованиях, что людей волнует в первую очередь. То есть на что нам сделать акцент. Эти наказы помогут определиться с ключевыми задачами, которые депутаты будут решать в парламенте. Для себя многие определили главное уже во время подготовки к выборам. Несмотря на развитую инфраструктуру, в том числе медицинскую, мы прекрасно понимаем, что у нас еще есть проблемы в здравоохранении. В основном, конечно, это обеспечение врачами первичного звена. Терапевты, педиатры, их еще недостаточно. В сельской местности, конечно, этот вопрос был во многом решен благодаря нашей партийной программе «Земский доктор». А вот в городе эти проблемы еще остались. И действительно, они выходят на сегодняшний день на первый план. Был определен данный опрос. И анкета, она очень конкретная. Например, если мы говорим про запрос на селе в Батревском районе, то мы видим, что в линии создания рабочих мест здесь просят поддержку малого и среднего бизнеса. А если говорим про город, то здесь поддержка крупных предприятий республики. И понятно, что каждый депутат, который придет на свой округ, будь он городской округ, будь он сельского поселения, у него будут стоять свои задачи для того, чтобы он лоббировал в любом случае наказ избирателей. Все наказы станут основой работы депутатов от «Единой России» в Государственном совете Чувашии. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Собирают наказы от избирателей представители других партий, которые баллотируются в Государственный совет Чувашии. Региональное отделение ЛДПР делает ставку на современные информационные технологии. Партия пенсионеров за справедливость планирует обратить особое внимание на реформирование пенсионной системы налогообложения и льготы. Недовольство работы органов местного совправления – это обнаглевшие совершенно управляющие компании, это участковые, которых не всегда даже люди у нас, оказывается, знают на округах, это плохое медицинское обеспечение и так далее. Ну и, естественно, финансовые проблемы стали очень часто, стали люди часто обращаться не за какой-то помощью, вот советом по правовому вопросу, а именно просто финансовой помощью. Очень много обращений у нас поступило на тот спецпоезд, который у нас был буквально недавно, который приезжал в Чувашию, и до этого весной, год назад, было примерно такое же количество обращений. Все это уходит в Москву, и в зависимости от того, насколько эта проблема серьезная, люди получают ответ. Это те наставления, которые, в общем-то, и составят нашу следующую работу на очередные пять лет, которые нас изберут. Люди приходили, давали наказы. Кроме того, у нас регулярно выходят наши партийные газеты «Старые гвардии». Мы там тоже все время опубликовали свой сайт, и очень много наказов получаем на партийный сайт. Естественно, мы все это обобщаем, смотрим, что реально можно делать, то, что реально невозможно делать сегодня. Те наказы, которых можно реализовать, например, в течение сейчас даже вот предупрежденных компаний, мы держим их в особом счету, и, естественно, выходим на разные инстанции, на правительство, на правоохранительные органы и так далее. Но самый главный, знаете, самый большой наказ – это от пенсионеров, которые просят, чтобы им понятна была вот такая пенсионная система нашей России. Сразу несколько столичных территорий поменяют свой облик о том, как продвигается благоустройство Юлия Важенина. Чебоксарская набережная – одно из самых красивых мест в городе. Излюбленное место отдыха в ближайшие три года изменится до неузнаваемости. Реконструкция поделена на четыре этапа. Первый должен завершиться уже в этом году. Собираемся построить пешеходную аллею, скажем так, пешеходную дорожку шириной 4,5 метра вдоль набережной Волги. Дальше будет велосипедная дорожка для любителей велосипедной езды. Значит, потом будет между велосипедной дорожкой и проезжей частью, для технической проезжей части будет. Кроме того, мы намечаем место под размещение здания поисково-спасательной службы на набережной. Пляж, игровые, спортивные площадки, территория для отдыха и различные кафе. Так будет выглядеть набережная к 550-летию города Чебоксары. Эта часть станет исключительно прогулочной. Общественного и частного транспорта горожане здесь не увидят. Кстати, добраться до прогулочной зоны можно будет с помощью специальных спусков. Мини-башни оборудуют подъемниками, но будут и лестницы. Горизонтальная площадка соединит верхнюю и нижнюю набережную. Это место должно быть достопримечательностью не какого-то узкого коллектива. Это должно быть местом для отдыха жителей столицы, гостей столицы, которые будут приходить сюда, получать удовольствие от прогулки вдоль Волги. Существует легенда о подземном тоннеле, соединяющем бывший Никольский собор с храмом на Владимирской горке. Якобы под Кремлевским холмом существовали целые улицы. Вскрытые от посторонних глаз они соединяли важные объекты. Также под землей, возможно, в неспокойные времена хранились ценные реликвии. Так называемый вход в подземный город сейчас оформляют под старину с учетом исторических особенностей. Там будет уложена древняя брусчатка, воссоздан внешний вид каменных стен. Уже в следующем году здесь откроется полноценная декоративная площадка и зона отдыха для горожан и гостей столицы. Сейчас появляется барельеф, здесь нужна будет подсветка. Мы решили втопить булыжник, чтобы подсветить, чтобы он не стоял вот так, а прям булыжники будут подсвечивать. Здесь сделаны на водостоке, здесь, кажется, только не видно, а работу большую сделали. Еще один важный объект благоустройства – парк 500-летия Чебоксар. Три года назад здесь началось строительство этнокомплекса. Но Амазония откроет свои двери лишь в 2019 году. Мы уже несколько раз выезжали на этот объект и понимаем, что есть отставание. Но, тем не менее, до начала зимы должны завершить этот этап, должны проложить брусчатку, закончить подведение инженерной инфраструктуры – это вода, свет, газ – и запустить освещение на этом объекте. Ну и жителям города будет предоставлена возможность прогуляться пока на небольшом участке этого объекта. Не изменились планы по строительству в парке, музее, аквапарке, океанариуме, досуговых зон. Каждый объект под контролем администрации столицы. Где в республике жить хорошо? Ответ на этот вопрос дали результаты конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт». Конкурс проводится с 2005 года. В этот раз победители определяли по пяти номинациям. От благоустройства территории учреждений соцсферы до дворов, многоэтажек и частных домов. В этом году в этом конкурсе у нас принимает 50 участников из 21 муниципального образования Чувашской республики. Абсолютно большинство муниципальных образований так или иначе участвуют. На поощрение победителей из республиканского бюджета в этом году выделено 407 тысяч рублей. Чебоксары и Новочебоксарск среди победителей фигурировали только в одной категории – придомовая территория многоквартирных домов. В столицу Чувашии отличился Приволжский бульвар в городе Спутники, улица Семенова. Среди районов активнее всего участвовали Батревский, Бресинский, Козловский и Канажский. Представители комиссии, которые выезжали оценивать конкурсантов, отмечают – раньше вокруг частных домов цвела в основном картошка. Сейчас совсем другое дело. Я так название таких цветов не знал раньше. Хотя роддерение... За 11 лет в конкурсе появились постоянные лидеры. Так, в категории улица частного сектора в очередной раз самые благоустроенные признали улицу Школьную села Бахтигильдина Батревского района. Без наличной оплаты проезда в транспорте для жителей Чувашии и некоторых других регионов уже не будущее, а настоящее. В Чебоксарах с помощью карты АТК можно расплатиться даже в некоторых маршрутках. С 1 января 2017 года этот вид оплаты будут принимать уже все виды общественного транспорта. О том, что надо доделать до часа икс, говорили на совещании в Чебоксарах. Мелочь не оттягивает карманы пассажирам. Водители не ищут сдачи с крупных купюр и не отвлекаются от дороги. Деньги не уходят на сторону. Вот что дает безналичная оплата проезда. Но это в идеале. На деле есть недостатки. Представители разных регионов, которые приехали в Чебоксарах на конференцию, хором называют один самый существенный. Из основных это сложность пополнения, но мы работаем над тем, что пришить. Один из вариантов – совмещение обычной банковской карты с транспортной. Есть транспортное приложение, которое оплачивается также с лицевого счета Сбербанка. Деньги хранятся отдельно. Доступы к ним злоумышленники получить не могут никак. Это деньги, которые выделены в отдельный сектор на карте, которые идут только на оплату транспорта. Сейчас Сбербанк Чуваши выпускает карту с нашим транспортным приложением, который можно оплачивать также автобус, троллейбус, некоторые маршрутные такси. Как внедрить карты для безналичной оплаты в массы? Как эксплуатировать? Нужны ли будут кондукторы? Как это скажется на перевозчиках и республиканском бюджете? Вопросов еще много. Для того, чтобы найти ответы, еще три с половиной месяца. Чебоксарцы сегодня могли наблюдать редкое природное явление – двойную радугу. После дождя примерно в 16 часов дня над городом отчетливо было заметно разноцветное коромысло. Двойная радуга – это редкое чудо природы и считается, если вам повезло его наблюдать, это значит, что впереди у вас большая белая полоса. Время, в которое ваши мечты будут исполняться, а все, что произойдет, будет невероятно благоприятно для вашей судьбы. Чебоксары посетила известная фотохудожница Екатерина Рождественская. Выставка «Частная коллекция», над которой она работала в течение 18 лет, открылась в Чувашском государственном музее. За это время я сняла больше 6 тысяч человек. Это, конечно, огромный объем талантов, удивительных личностей. И вот часть из них здесь, на этой выставке. Это первая выставка в Чебоксарах. Я очень рада, что я приехала наконец сюда. Полное интервью с Екатериной Рождественской смотрите завтра, сразу после программы «Республика». А на этом выпуск завершается. Все программы и новости доступны на нашем сайте ntrk21.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова